МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в программе. Уже больше тысячи в Чебоксарах приземлился спецборд МЧС с новой группой беженцев. Без оглядки на импортеров. Как сельхозтоваропроизводители Чуваши будут работать в условиях новой российской действительности? Спортивный гламур. Чебоксарские девушки пробежались на шпильках. В эти выходные Чуваши приняла очередную группу украинских беженцев. Из лагеря для переселенцев их в Чебоксары доставил спецборд МЧС. Оперативные группы для встречи беженцев в Чебоксарском аэропорту были сформированы заранее. В них вошли представители миграционной службы, медики и психологи. Спасатели сопровождали переселенцев во время перелета из Симферополя. Тем, в чьей памяти еще свежи воспоминания о частых выстрелах и минометных ударах могла понадобиться любая помощь. Из юго-восточных регионов Украины в Чувашию переехали 112 человек. Среди них более 30 детей. Уезжать из дома многим пришлось наспех. Собой они забрали только самое необходимое – документы и одежду. Уже в аэропорту им предоставляют горячее питание и воду. Перед сотрудниками Главного управления МЧС России по Чувашской республике стояла задача обеспечения пожарной безопасности, в том числе оказания помощи гражданам, перевозки, размещения. И все эти задачи мы будем решать. Тем временем в республике беженцам активно собирают гуманитарную помощь. Постельное белье, посуды, игрушки. И кто-то отдает переселенцам даже мобильные телефоны. Пассажиры этого спецрейса временно будут проживать в одной из столичных гостиниц в реабилитационном центре. Вопросы их расселения контролируют на самом высоком уровне. Об этом говорили и участники утреннего совещания в Доме правительства. Хотелось бы отметить, что в этот раз у нас тоже есть дети до года. Это двое детей до года. Вопросы с их питанием и с размещением, включая молочную смесь и детские кроватки, мы решили. Сегодня у нас работают врачебно-сестеринские бригады для того, чтобы изучить все медицинские документы и спланировать лечебно-диагностические мероприятия. Пострадавших от войны готовы приютить у себя и обычные жители. Беженцам помогают и трудоустроятся. Многие рассчитывают остаться в республике надолго. У нас более 800 работодателей, которые предоставляют рабочие места с предоставлением жилья. Это тоже тот вариант, который необходимо использовать в полном объеме, потому что трудоспособные граждане, они все-таки все должны работать. По программе переселения соотечественников тоже часть из них пойдет. В настоящее время рассматривается увеличение квоты на 200 единиц. В ближайшее время из лагерей для беженцев в Чувашию переедут еще 600 человек. Многие приезжают сюда самостоятельно, к родственникам и знакомым. Надолго ли? Вопрос остается открытым. Медверь Ковалев, Елена Гальперина, Сергей Рябщиков и Андрей Спиридонов. Республика. Кроме вопросов о оказании помощи, размещении и трудоустройства вынужденных переселенцев из Украины, на совещании у главы Чуваши обсудили и другие летние темы. Август. Время интенсивных сельскохозяйственных работ. Кроме того, на финишную черту выходит подготовка к новому учебному году. В целом, уборка урожая идет активно лишь минувшие выходные. Сгрозами заставили селян немного сбавить темп, заметил министр сельского хозяйства Сергей Павлов. По состоянию на 11 августа, по данному администрации муниципальных районов, сельскохозяйственных организаций и крупных крестьян сельскохозяйств, скошено 77,3 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это составляет 28% к ожидаемой площади уборочной. Обмолочено 75,8 тысяч гектаров. Это 27% к плану. Более 30% ожидаемой уборочной площади обмолочено. Это Яльческий район, 44%, Шамаршинский район, 35%. Менее 20% ожидаемой уборочной площади обмолочено. Это Аллатрский, чуть больше 11%, и Аликский 18%. Всего намолочено 154,7 тысяч тонн зерна при урожайности 20,4 с 1 гектара. В период уборки урожая возрастает нагрузка на зерно-сушильное хозяйство. Сегодня в республике 185 единиц зерно-очистительных сушильных комплексов и 141 зерно-сушильный агрегат. Готовность их к сезону 91-93%. В случае, если собственные сушилки не будут справляться с нагрузкой, нужно использовать оборудование протфонда и элеватора. Чтобы ускорить процесс, необходимо организовать передислокацию техники из сельхозорганизаций, завершивших уборку, в хозяйство, где работы еще не окончены. Следующая задача – направить все собранное по назначению. Городских властей я прошу создать благоприятную среду. У нас схема должна быть производитель-покупатель. Еще раз я подчеркиваю, мы должны защищать производителя своего, потому что это наша экономика. От продажи продукции зависит, насколько они произведут, а дальше, соответственно, нам интересен покупатель. Все остальные посредники, которые там есть, это уже вопросы другие. Август – время активной подготовки к учебному году. У большинства учебных заведений завершаются ремонтные работы. Несколько муниципалитетов Чувашия уже окончили приемку школ. В этом году новые школы должны открыться в Чебоксарском и Канарском районах. Владимир Иванов также сообщил, что Чувашия эффективно освоила средства федерального бюджета, выделенное на ремонт спортзалов в школах. Поэтому получила дополнительные средства на ремонт еще 14 спортзалов. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. На год въезд в Россию целому ряду западных продуктов строго воспрещен. Вот так наша страна ответила на санкции Европы. Чтобы ситуация на российском продовольственном рынке оставалась под контролем, необходимо наладить систему мониторинга. Такое поручение дал премьер страны Дмитрий Медведев. О том, как будет работать эта система в Чувашии, говорили сегодня на совещании при главе республики. Теперь кормить страну придется без оглядки на западных импортеров. Для российских и в частности чувашских производителей, с одной стороны, это, конечно, серьезная ответственность. С другой, уникальный шанс заявить о себе на рынке. Впрочем, для российских потребителей ситуация может обернуться еще одной темной стороной. Исчезновением некоторых продуктов, повышением цены и спекуляциями. Чтобы предотвратить подобное на корню, нужна система мониторинга. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации прислал нам уже 40 наименований групп продовольственных товаров. На эту продукцию, и сельско-возяйственную продукцию, и переработанную продукцию, будут ежедневно все регионы Российской Федерации мониторить, что происходит. Главная наша задача – простимулировать дополнительно, с учетом всех принятых решений, на производство сельскохозяйственной продукции и продуктов. Переработки – это дополнительные стимулы для всех земледельцев, крестьян, независимо от организационных правовых форм, для пищевых перерабатывающих предприятий, но и для всех тех, кто сегодня работает или ведет дело на потребительском рынке. В некоторых видах продовольствия в Чувашии производится значительно больше, чем съедают жители республики. К примеру, картофель и овощи. А вот с мясом не все так хорошо. Но вот у нас не исполняется это по производству мяса, процент обеспечен составляет 78,8%. Основную долю, конечно, мы не допроизводим это мясо крупнорогатого скота и мясо птицы – 73% от рекомендуемого объема потребления. В производстве не только мяса предстоит наращивать, благо ресурсы для этого имеются. Что касается входа наших продуктов в федеральные торговые сети, то опять же, благодаря санкциям наступило время федеральным гигантам пересмотреть свои отношения к местным товарам, отметил глава Чувашия. Каким-то товаром вы сядете, полки будут пустые, вы будете терять потребителей. Но я прошу, вот уже как человек, всех своих коллег, которые мы не первый год вместе с вами работали и работаем, и будем еще работать, забыть все это дело и заключайте взаимовыгодные договора без выкручивания рук. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Чувашия не в первый раз становится местом проведения престижных спортивных мероприятий. В 2015 году мы ожидаем командный чемпионат Европы по легкой атлетике. В 2016 и 2018 годах Кубок мира по спортивной ходьбе. В октябре в Чувашии состоится международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Соответствующее распоряжение подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Столица Чувашии станет пятным по счету городом место проведения международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». До этого он проходил в Казани, Москве, Саранске и Якутске. Форум будет состоять из трех частей. Это прежде всего пленарные заседания, научно-практические конференции, семинары, совещания, круглые столы. Кроме этого будет проводиться еще большая спортивная часть этого форума. Большие спортивные мероприятия, мастер-классы и, конечно же, посещение спортивных объектов, которые были построены на территории нашей республики за последние годы. Для развития массового спорта в Чувашии сделано немало и меры в основном направлены на повышение доступности спортивных объектов для населения. Введены в эксплуатацию 24 физкультурно-спортивных комплекса, модернизируются оборудования имеющихся школ, строятся новые стадионы и ледовые катки. В рамках форума состоится и заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Сергей Адушкин, Андрей Спиридонов, Республика. Август. Пора отпусков, а в Чебоксарах дожди. Хочется куда-нибудь, где всегда тепло, но долгожданный отпуск может быть безнадежно испорчен. В июле и августе сразу несколько российских турфирм объявили о приостановке деятельности в связи с невозможностью выполнить свои обязательства перед клиентами. Одна из них – фирма «Лабиринт». В числе оформивших тур у этой фирмы есть и жители Чувашской Республики. 95 человек застряли за границей из-за приостановки работы туроператоров. Преимущественно из них около 60% находятся в Греции и около 40% в разных странах. Это Болгария, Испания, Кипр. Но в этом плане на сегодняшний день компания «Турпомощь» работает. Министерство культуры также открыто к сотрудничеству. В компании объясняют случившееся резким падением доходов из-за снижения курса рубля и общей неблагоприятной политической и экономической ситуации. Кроме того, сильно испортили картину из западной санкции, которую многие россияне приняли на свой счет. Однако в случае с турфирмами-банкротами есть и другие причины. Почему еще лопнул лабиринты туроператоры? Почему было много туристов из Чувашии и со всей России? Они потому что привлекали низкими ценами. Как известно, низкие цены туристы идут. Турагентцы тоже идут на это, потому что хотят удовлетворить желаниям туристов. Как известно, на демпинге не заработаешь. Это непроизвольно. Или хочешь, не хочешь, ведут к этому, что вот и банкротство. Затраты жертвам финансовых затруднений лабиринта компенсируют, но лишь в размере 10% от тех денег, что заплачено за путевку. На данный момент объем требований туристов в 4 раза превышает размер страхового случая. Страховый взнос, который туроператор заплатил, который имеет 160 миллионов, он будет делиться пропорционально между туристами, которые пострадали. Было бы их 10 тысяч, разделили между 10 тысяч. Теперь пострадали их 70 тысяч, будут делить между 70 тысяч туристами. То есть пропорционально будут делить. И поэтому тут в данном случае не имеет значения, какой день ты знаешь, первый день или через две недели. Будет рассматриваться целый месяц. Чтобы отрегулировать туристический рынок, необходимо ввести ряд поправок в законодательство, считает Ростуризм. А пока, чтобы не блуждать в лабиринтах страховых компаний, туристы вынуждены продумывать маршруты своего путешествия самостоятельно. Екатерина Кудряшова, Евгений Анисимов, Республика. Пожарным, которые погибли при исполнении служебного долга, поставят памятник в Чебоксарах. Каким он будет, пока неизвестно. Решить это можете именно вы. МЧС Чувашия объявила конкурс на эскиз памятника. Принять в нем участие могут все желающие. Главные требования. Эскизы должны быть выполнены в цвете на листе формата А3, а также в электронном виде. Принимаются работы до 1 сентября. Победитель станет известен уже 15 сентября. Он, кстати, получит специальный приз от МЧС. Длинноногие красавицы со всех уголков Чувашии сразились в умении быстро и грациозно бегать на каблуках. Акция «Бегом на шпильках» финишировала на территории Чебоксарского речного порта. Что общего у спорта и туфель узнавала наша съемочная группа. Внимание! 8-сантиметровые шпильки и наличие паспорта – обязательные условия для участия в забеге. В остальном важен творческий подход и смекалка. Одни участницы покрывают обувную подошву слоем парафина. Другие, умудренные опытом, приматывают туфли к ногам клейкой-лентой. Однако, даже такая экипировка не гарантирует абсолютной безопасности. Путевка стоимостью 10 тысяч рублей – главный приз соревнования. Татьяна Алексеева уже четвертый год подряд участвует в забеге. На этот раз Таня обошла девятерых соперниц и своим примером доказала, что терпение и упорство – непременные спутники победы. Как это было в предыдущие годы? Приходила ли первая, или все-таки победа была только впереди тебя? В предыдущие годы я приходила, смотрю на третий. А второй раз я была на высочинках, поэтому не могла бы выиграть. Вот. И этот. Ну и, собственно, это у нас четвертая попытка, которая долгожданно закончилась по-настоящему успешно. После розыгрыша главного призом по многочисленным просьбам горожан, пришедших на акцию без каблуков, был организован забег в шлепках. Принять участие во втором этапе соревнования хотели даже мужчины. Но правило есть правило. Какие у вас впечатления за беги? Не было ли страшно? Благовалось. Вы всегда быстро бегаете? Ну, не знаю, не бегаю обычно. А на работу или что-то опаздываю? На работу бегаете? За троллейбусом? Нет. Ну, за маршруткой, наверное, поскольку. Может, нет. Почком. За парнями подсказывают вот туда. Не-не-не, за парнями не надо. По словам участницей бега, им все же важна победа, а не просто участие. Поэтому девушки обещали вернуться в следующем году и обязательно взять главный приз. Дарина Игнатьева, Марина Рябцова, Евгений Анисимов, Николай Яковлев, Республика. Это все новости, которые мы успели вам сегодня рассказать. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин